Революция Кто был зачимщиком революции И что такое советская власть на самом деле Декрет Саратовского губернского совета народных комиссаров Об отмене частного владения женщинами То есть об отмене семьи, как вы понимаете Законный брак, имевший место до последнего времени Несомненно являлся продуктом того социального неравенства Которое должно быть с корнем вырвано в Советской Республике До сих пор законные браки служили серьезным оружием в руках буржуазии В борьбе с пролетариатом Благодаря только им все лучшие экземпляры прекрасного пола Были собственностью буржуев-империалистов И такой собственностью не могло не быть нарушено Правильное продолжение человеческого рода Поэтому Саратовский губернский совет народных комиссаров С одобрения исполнительного комитета губернского совета Рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Постановил параграф номер один С 1 января 1918 года отменяется право постоянного владения женщинами Достигшими 17 лет и до 30 То есть они взяли самый такой смачный возраст Самый, что ни на есть, привлекательный возраст И от 17 до 30 это были женщины, которые Ну сейчас мы с вами почитаем, что же это было на самом деле То есть женщины переходят в пользование всеобщее То есть если раньше была семья И это считалось недопустимым для продолжения человеческого рода Семья была законная и правильная Но это недопустимо для человеческого рода То есть человеческим родом назвали себя Искусственно выведенные мутанты Этих мутантов выводили для того, чтобы они Были руками той самой революции Они были коротконогие Они были маленького роста Они были, ну, сморчки, а не мужчины Среди них не было богатырей Среди них не было красавцев Они все были со звероподобными мордами Это мутанты Их вывели специально Только мужские особи выводились Потому что размножаться они могут со всеми другими женщинами И, конечно, они пришли в мир, где все по порядку распределено Где существует жесткий порядок браков Но у них-то не было желания Вступать в эти достойные браки Ведь в браке нужно обеспечивать Свою семью Своих детей нужно обеспечивать А вот такие мутанты Шариковы Не были готовы Почему я называю Шариковы? Это выражение от Михаила Булгакова Который рассказал нам, как профессор Преображенский Выводил из шарика человека Собачье сердце Посмотрите фильм, друзья Собачье сердце, и вы поймете Но когда профессор Преображенский вывел этого Шарикова Он ужаснулся Он ужаснулся тому, что он создал И он захотел вернуть все обратно К сожалению, обратно ничего не удалось вернуть Их вывели большим количеством И поэтому те мутанты, которых вывели таким большим количеством Они не хотели иметь никакой ответственности За то самое свое продолжение рода Но у них был один инстинкт Собственно говоря, как у собаки Павлова Вы помните, да? У нее был инстинкт Это на лампочку Она может кушать И также с лампочкой она может совершать еще какие-то действия Строго определенные Так вот, половой инстинкт Это особый инстинкт Который был во главе угла у выведенных мутантов Отсюда и такие указы Потому что вы думаете, это только Саратовская губерния И именно там только так было Друзья, это было по всей стране Поэтому были народные восстания Как нам говорят, Пугачевых, Разиных Они были не тогда Они были во время и после революции Пугачевы и Разины Только нам с вами нарисовали это в красивых историях Про времена Екатерины II Которой тоже не было А была всего лишь навсего королева Виктория Которая сидела в Лондоне, в Англии И правила России Но нам создали сказки Мы, Россия, единственный народ Кому создали такие Ну просто умопомрачительные сказки В которые народ желает верить И он считает Екатерину своей матушкой Что она все правильно делала Друзья, вообще не было никогда Екатерины И не было никогда Петра I Все это сказки Для народа, у которого выбили все мозги А мозги-то почему? А потому что вот как раз Потомки мутантов Шариковых Они размножились Их стало огромное количество И именно они зубами рвут И отстаивают Ту самую несуществующую историю Итак, продолжаю дальше вам читать декрет Возраст женщин определяется Метрическими выписями Паспортом А в случае отсутствия этих документов Квартальными комитетами Или старостами И по наружному виду И свидетельским показаниям Видите, все как четко поставлено было На определенные рельсы Итак, параграф номер два Действие настоящего декрета Не распространяется на замужних женщин Имеющих пятерых и более детей То есть, если у тебя меньше пятерых детей То распространяется действие декрета То есть, ты становишься женщина Всеобщим достоянием Параграф три За бывшими владельцами мужьями Сохраняется право в неочередное пользование Своей женой Примечание В случае противодействия бывшего мужа В проведении всего декрета в жизнь Он лишается права Предоставляемого ему настоящей статьей Вот когда вы сегодня возмущаетесь теми законами Которые принимает наша Государственная Дума И наше правительство То вспоминайте этот декрет Кем он был написан? Мутантами шариковыми Параграф номер пять Распределение заведования Отчужденных женщин Предоставляется Савраб, Солд и Крест Депутатов Губернскому, Уездным, Сельским И по принадлежности То есть распределение женщин Осуществлялось депутатами А вы сегодня говорите о депутатах Да их вообще не должно быть Депутатов А они вот Они распределяли Это же создали красные шариковы Этих рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Которые распределяли женщин Параграф номер семь Граждане мужчины Имеют право пользоваться женщиной Не чаще четырех раз за неделю И не более трех часов При соблюдении условий Указанных ниже То есть практически Они создали бесплатные дома Проституции для себя Публичные дома Куда согнали всех девушек и женщин Тех, кто не успел уехать Тех, кто любил свою родину Это родина Так им ответила Такой любовью Конечно, не все могут уехать И поэтому Те, кто остался Неся флаг любви Своей родины В руках Они были наказаны За эту любовь К своей земле Параграф восьмой Каждый член Трудового народа Обязан отчислять От своего заработка 2% Фонд народного поколения То есть Вы понимаете Фонд народного поколения Это те дети Которые будут Беспрестанно Рождаться От таких Связей С мутантами Шариковыми Они Не обеспечивали Сами Своих детей Они заставили Все народное население Растить и выращивать И отчислять деньги Их детям Которые Рождаются Это была Обязаловка Воспитывать Детей Шариковых Мутантов Параграф Девять Каждый Мужчина Желающий Воспользоваться Экземпляром Народного Достояния Должен представить От рабочего Заводского Комитета Или профессионального Союза Удостоверение О принадлежности Своей к трудовому Классу Параграф Десять Не принадлежащие К трудовому Классу Мужчины Приобретают Право Воспользоваться Отчужденными Женщинами При условии Ежемесячного Взноса Указанного В параграфе Восемь Фонд Тысячу Рублей Параграф Одиннадцать Все женщины Объявленные Настоящим Декретом Народным Достоянием Получают Из фонда Народного Поколения Вспомоществования В размере Двухсот Восьмидесяти Рублей В месяц Параграф Двенадцать Женщины Забеременевшие Освобождаются От своих Обязанностей Прямых И государственных В течение Четырех месяцев Три месяца До И один После Родов То есть Беременная Женщина До шести Месяцев Обязана была Сношаться С мутантами Ее Освобождали Всего на Четыре месяца От этой Дикой Обязанности За три месяца До родов Ее освобождали И один Месяц Только После Родов Вы представляете Какое Зверье Пришло К власти А вы Сегодня Удивляетесь Что такое Творится В мире Вокруг вас И почему Это так В России А не в Какой Другой Стране Слушайте И понимайте Параграф Тринадцатый Рождаемые Младенцы По истечении Месяца Отдаются В приют Народные Ясли Где воспитываются И получают Образование До 17 Летнего Возраста Параграф Четырнадцатый При рождении Двойне Родительнице Дается Награда В 200 Рублей Параграф Пятнадцатый Виновные В распространении Венерических Болезней Будут Привлекаться К законной Ответственности По суду Революционного Времени Это декрет Саратовского Губернского Совета Народных Комиссаров Об отмене Частного Владения Женщинами Все остальное Что мы имеем С вами В нашей стране Это результат Такого декрета Но это было Не только в Саратове Это происходило По всей Стране Я Таня Карацуба Сиитбургхан 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 Продолжение следует...